Всем привет! Меня зовут Еджиния, и я ведущая влога «Тысяча и одна история США». Сегодня мы поговорим о новостях в США и в мире, а также я отвечу на некоторые из ваших вопросов. Давайте обновим страничку. Итак, 2 миллиона 235 тысяч случаев в мире, 153 тысячи смертей и 569 тысяч выздоровела. Америка продолжает лидировать, мы пересекли 700 тысяч, 2300 погибло, и это даже не полные 24 часа. Произошло изменение во втором месте, Испания теперь на втором месте 188 тысяч, Италия 172, Франция 147, Германия на пятом месте 140 тысяч. Значит, по поводу всяких статистик, карт, количество смертей. Сейчас я не думаю, что будут полноценные данные еще, поэтому я покажу вам ресурсы, которыми я пользуюсь. Вот один из этих веб-сайтов, я оставлю ссылочку внизу. Значит, вы можете посмотреть количество общеподтвержденных случаев, расписано все по странам, здесь количество погибших. И если вот здесь нажать, можно посмотреть количество выздоровевших по каждой стране. Вот, например, в России выздоровело 2590 людей, а погибло 273 человека. Насчет, сколько людей были госпитализированы, здесь можно нажать и посмотреть. Также, если нажать вот здесь, вы можете изменить вид карты. То есть, вот такой вид, в том числе с улицами, с границами других стран. Все наглядно, можете пользоваться. Здесь, снизу, это общее количество случаев. Если нажать на вот эту закладочку, это активные случаи, это процент смертности. Здесь можно географически посмотреть, где наиболее случаев зарегистрировано. Вот количество смертей, а это по проценту смертности. Не все страны участвуют в этой статистике, естественно, поэтому что есть, то есть. В Техасе губернатор Аббетт сделал официальное выступление сегодня по поводу частичного снятия карантина в штате Техас. Я предполагаю, что в каждом штате теперь губернаторы будут выступать с их планом, так как Трамп дал им автономию принимать решения самим в соответствии с тем документом, который мы вчера с вами рассматривали. Техасский губернатор объявил о том, что 27 апреля они представят план по открытию бизнеса. Школы будут продолжать быть закрытыми до конца этого учебного года. И нам сегодня из школы также сообщили, что уже дети в этом году не вернутся в школу. Говорит, что мы видим уже лучики надежды, что возможно коронавирус уже позади. Он также собрал команду медицинских экспертов, которые будут служить советчиками своего рода. Также врачи будут работать в коллаборации с разными лидерами бизнеса. Он также особо уделил внимание тому, что все решения будут приняты на основании данных и совета врачей. И обязательно будут следоваться правила дистанцирования. Хотела осветить тему ультрафиолета. Я знаю, некоторые из вас спрашивали, можно ли дезинфицировать поверхности ультрафиолетом. Я слушала информацию американских ученых, в которых они опираются на статью 2018 года о том, как контролировать заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем. В этом научном исследовании, в этот контейнер вирус инфлюенза А, вот написано инфлюенза А в 20 мл воды в комбинации с солевым раствором. Вот такой контейнер. В госпитале мы часто работаем с аналогичными контейнерами, где кислород проходит через воду под давлением и увлажняется, потому что сухой кислород может нанести вред для слизистых. Вот, в общем, сюда поместили соляной раствор с инфлюензой А с целью наполнить воздух мелкими каплями вируса. Этот вирус проходил через несколько клапанов и попадал в ультрафиолетовую камеру. Потом вирус попадал в определенный контейнер, где на дне стояла чашка Петри. Что же они обнаружили? Зеленым цветом обозначен вирус и получается при 2 мл на сантиметр квадратный при 222 нанометрах дальнего ультрафиолетового света практически не присутствовал. Это нам говорит о чем аэролизированный вирус можно убить дальним ультрафиолетовым светом. Я не биофизик, поэтому я вам просто передаю то, что я могу найти. По поводу ремдосевира я знаю, что все больше и больше людей спрашивают. Я, в принципе, не отвечала. Почему? Потому что я понимаю, что на русском языке эта информация уже есть. Но я нашла несколько документов, решила немножко вам покажу, расскажу. NIH, это Национальный институт здоровья. Они сделали клиническое испытание ремдосевира, чтобы лечить COVID-19. Это было выпущено 25 февраля 2020 года, то есть уже и пару месяцев этой информации. В штате Небраска в университете начали проводить контрольное испытание по эвалюации безопасности и эффективности ремдосевира. Госпитализированных, которые имеют диагноз коронавирус COVID-19. Первыми участниками этого испытания был американец, которого забрали с карантина на Diamond Princess. Это был тот круизный корабль, который был в доке Якахама в Японии. И он стал волонтером в этом исследовании. Клинические испытания также проходят в Китае. Участникам в этом испытании давали 200 мг ремдосевира внутри вены на первый день. Потом они получили по 100 мг каждый день, пока они были госпитализированы. Этот препарат не новый. Его уже изучали какое-то количество лет назад для лечения эболой. Он прошел период пробирки и прошел первый этап, где участвуют от 20 до 80 пациентов. Потом он перешел во вторую фазу от 100 до 300 участников. И он провалил испытания в третьей фазе. Если бы он прошел, его бы порекомендовали для лечения эболы, но он не прошел. Но позитив какой? Потому что уже испытания первой и второй фазы были пройдены. И уже больше знают об этом препарате. Сейчас, когда начали изучать ремдосевир, его уже сразу начали изучать с третьей фазы. Будем надеяться, что это хорошо сократит время и мы быстрее получим результаты. 16 апреля появилась еще одна статья с ранней информацией о том, как пациенты отвечают на лечение препаратом Гелиада. Производитель ремдосевира. Один из госпиталей Чикаго лечит пациентов с COVID-19 антивирусным лекарством ремдосевир. Университет медицины в Чикаго собрал группу 125 человек с коронавирусом. Две группы для фазы 3. Вот я вам показала эта фаза 3. Они набрали людей для этой фазы. Из этих 125 у 113 уже была тяжелая болезнь. Всех пациентов лечили каждодневными внутривенными капельницами ремдосевира. Хорошей новостью является то, что из 125 человек только 2 человека погибло, а 123 человека выписали. И у тех, у которых был жар, температура упала быстро. Также они заметили, что люди не нуждались в вентиляторах уже через день после начала терапии. Ну, конечно, как и со всеми предложенными типами лечения, многие выступают за, многие выступают против. Основным аргументом является то, что больше таких данных на данный момент нету, которые бы показывали похожие результаты. И вопрос в том, неизвестно, выздоровели ли бы эти пациенты без ремдосевира сами по себе. То есть нужно доказать, что именно этот препарат оказал на них такое действие. Мне часто задают вопрос, почему некоторые асимптоматичны или имеют слабые симптомы, а некоторые заболевают достаточно серьезно. Насколько я это понимаю, все зависит от изначальной дозы вируса. Если вы поймали вирус в маленькой дозе, то есть где-то на расстоянии вдали от другого человека, какая-то маленькая частичка, да, воздушно-капельным путем долетела, вы ее вдохнули, начинается бег на перегонки, ваша иммунная система активируется, начинают вырабатываться антитела, иммуноглобулины G и M. Это занимает время. У вас сначала организм реагирует общей системой защиты, то есть все усилия направляются на разрушение вируса, а потом в специфическую, то есть антитела. Антитела, иммуноглобулины обычно появляются где-то на третий день, и уже пик их падает на 10-12 день, то есть до двух недель. Если изначально вирусная загрузка, вирусная доза была небольшая, то в этом забеге организму достаточно легко победить. Если нет подавленного иммунитета, если вы ведете достаточно здоровый образ жизни, то, скорее всего, все будет в порядке. Если же, допустим, изначальная доза вируса была достаточно высокая, то тогда это уже сложнее. Почему? Потому что чем больше вируса вы вдохнете, если, допустим, вдохнуть в полную грудь, то тогда получается, что у вируса есть ранний старт в забеге, то есть он уже имеет больше воинов в своей армии, которые начинают не драться в клетке, и имеет больше последствий, и организм уже сложнее справится. Поэтому я считаю, очень многие медработники заболевают, и часто сразу попадают в критическое состояние, потому что либо они были в общении с большим количеством больных, либо они были напрямую в близком расстоянии с коронавирусными больными, интубировались, либо давали им разные ингаляторы, которые распространяют микрокапельки в воздухе. Я считаю, что в этом разница. То есть общее состояние здоровья, условия, при которых вы заразились, по данным, по некоторым известно, что люди с полнотой, люди с обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми болезнями. Почему? Потому что мы уже с вами говорили о ACE2 рецепторе, да? Эти рецепторы присутствуют в легких и в сердце, поэтому если уже сердце легкие ослаблены, то понятно, что вирус может ударить по ним сильнее. Люди, которые принимают хронические стероиды для аутоиммунных болезней, с аллергиями и так далее. Это суммарно снижает иммунитет в целом. В Нью-Йорке упоминаю память медработников, которые погибли, и это, опять же, подтверждает, что без правильного уровня защиты медработники находятся в большом риске. Хочу закончить свое видео минуткой позитива. Что-то здесь написано. Почему все люди носят намордники? Что они кого-то укусили? Наконец-то одна. Луфр в Париж. Вот это тоже прикольно. Мои дети учатся дома. Прошу администрацию школы сдать деньги на новые шторы. Ремонт мебели. Ну вот и все на сегодня. Спасибо за ваше время. Спасибо за 22 тысячи подписчиков. Я рада, что у нас формируется группа таких позитивных, добрых людей. Спасибо вам огромное за добрые слова. Это вдохновляет и дает сил продолжать делиться с вами информацией. Но для сохранения вашей психики я не рекомендую читать комментарии. Особенно под видео, которые имеют наибольшее количество просмотров. Это все, что я скажу по этому поводу. Будьте здоровы, не болейте. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»